всем привет сегодня видео будет про то как принимать квартиры у застройщика сейчас очень много на покупали квартир все их с радостью принимают делают ремонт и заезжают живут счастливо и частенько возникают различные неприятности плесенью в углах из окон дует с кривые стены и так далее и тому подобное вот чтобы этого не случалось нужно принимать квартиру и принимать ее с экспертом именно поэтому сегодня я пригласил в гости нашего эксперта александра гирина саша привет добрый день александр это тот человек с которым мы очень много лет работаем вместе он для нас делает инженерные проекты конструктивные проекты а также принимает квартиры у застройщика для наших клиентов много лет в стройке сам проектировал сам строил сам контролировал естественно этому обучался в общем вот такой мозг у него друзья сегодня я позаду ему различные вопросы чтобы вы могли определиться как правильно принимать квартиру вообще что для этого нужно и кого приглашать саша первый вопрос сейчас на рынке очень много специалистов но по крайней мере они себя так называют который принимают квартиры это сами строители это риэлторы которые продают квартиры это еще не пойми кто скажи пожалуйста как правильно выбрать такого специалиста и не ошибиться есть какие-то основные критерии то но критериев тут несколько то есть нужно искать независимого приемщика то есть чтобы он не был не строителем который потом продает предлагает вам услуги по устранению там выявленных недостатков либо либо риэлтором который предлагает допустим купить более дорогую квартиру там не эконом класса бизнес класса да то есть нужно именно попасть на независимого приемщика то есть чтобы человек был непредвзятого мнения да чтобы ему было все равно где клан пришел в какой дом у кого он принимает и что он смотрит то есть чтобы он выполнял чисто свою работу в общем первый критерий определили да да независимость и второй критерий очень важно чтобы все таки мы это была организация связанная со судебно-экспертной деятельностью поясни что это такое то есть эта компания которая занимается именно проведением строительных технических экспертиз их огромное количество да то есть связанные именно со строительством то есть где специалисты выдают свое заключение по техническому состоянию там либо отличать на необходимые вопросы которые возникают в разных отношениях там между застройщиком и подрядчиком между подрядчиком и заказчиком то есть очень разно много аспектов бывает возникающих и вопросов очень много возникает в этой отрасли и вот та организация которая именно занимается судебно-экспертной деятельностью пишет экспертизы связанные именно со строительством то есть там и качество и объемы и технологии рассматривается и все то есть ну очень куча вопрос в том числе и приемка квартир может и так александр давай по пунктам что должно быть у организации которая может ну назовем это так сертифицирована осуществлять приемку квартира до первое что это она должна быть участником членом сырого саморегулируемой организации в данном случае наша компания является членом сырого проектного сырого где одним из пунктов является обоснование что мы можем производить обследование строительных конструкций обследование строительных конструкций то есть существует такое сырого там есть такая выписка соответственно это не выращивание и продажа клубнички а это именно вот то что нужно дальше что вот соответственно раз компания является членом сырого соответственно у него уже автоматически имеется список специалистов которые обязательном порядке проходит обучение повышение квалификации а как часто обучение проходит обучение происходит происходит в зависимости от тех задач которые могут возникать новые допустим да какие-то нужно допустим появляются новые виды исследования то есть в строительной отрасли их очень много да в экспертной деятельности вот но обучение повышение квалификации происходит раз пять лет не реже раз пять лет это повышение квалификация но плюс еще обучение плюс обучение да потому что допустим тепловизионное появилось исследования допустим нужно человека обучить по работе с с тепловизорами и по методику проведения тепловизионного обследования то есть должны быть документы подтверждающие что прошли эти обучения есть ли такие документы у например строителя у например риэлтора но вряд ли риэлтор проходит специализированное обучение курса повышения квалификации хотя может быть кто знает я не знаю есть или нет ну мы допустим к своим актом заключения предлагаем то есть специалист предлагает диплом об образовании то есть у него должно быть специализированное образование то есть допустим если он принимает квартиру допустим конструктор дата он не может быть по образованию скажем так электриком да или там автомеханик то есть нужно смотреть какое образование то есть у него должно быть специальное строительное образование и соответственно повышение квалификации обязательно по именно по тем вещам которые он принимает если допустим пгс не да то есть у него есть обследование зданий сооружений там допустим, повышение квалификации. Если вопрос возникает по вентиляции, по отоплению, то специалист уже, который именно прошел повышение квалификации именно по этому разделу. Если возникают вопросы уже в будущем, допустим, в ходе экспертизы или еще что-то, когда нужно посчитать стоимость восстановления или стоимость ремонтных работ, допустим. То есть, это так, что заказчику мы вывели какие-то дефекты и просит нас посчитать, сколько на устранение, допустим, чтобы эту сумму компенсировал ему застройщик. То есть, соответственно, уже специалист должен быть специалист по ценнообразованию, и, соответственно, у него должно быть соответствующее удостоверение, повышение квалификации. То есть, это все подкладывается к заключению либо к акту. А в одном лице такой специалист существует? Ну, если принимать квартиру в целом именно качество выполненных работ, допустим, стены, ровность стен, качество стяжки, качество окон, скажем так, это да, это один специалист, как правило, это ПГС, промышленное гражданское семейство образования в этой отрасли. Если, допустим, вопросы возникают уже связанные с электрикой, допустим, там где-то что-то не так подключено, либо качество, привлекается уже другой специалист, и выходит, и уже делает осмотр своей отрасли. Либо, допустим, вентиляция. Если специалист, который производит общее обследование, выявил отклонение по вентиляции, то уже привлекаются специалисты, именно связанные, которые работают с вентиляцией, с отоплением, да, того же смысла. Ну, мне кажется, вот разные специалисты, как ты называешь по электрике, по вентиляции, это уже касается больших зданий и сооружений, ну, типа промышленных, не знаю, детского садика, про которые ты рассказывал, как принимал там, да, там, кровлю что-то не так сделали, вентиляцию не так проложили, ну и так далее, и так далее. Там, понятно, команда выезжает и все это принимает. Но мы сейчас в рамках квартир разговариваем, потому что очень много понастроили тут всего. Люди покупают, заезжают и хотят, чтобы у них все было здорово и хорошо, а опа, и не всегда так получается. Может ли один же специалист все это принять? Да, может. В рамках квартиры, в принципе, одного специалиста, как правило, бывает достаточно. Какие инструменты должны быть у этого специалиста, чтобы с помощью их он мог принять эту квартиру? Ну, на глаз это же не всегда просто сделать. Строители, например, приходят и, как правило, провила начинают приставлять, да? Да, то есть... Молоточком стучать, чтобы не бухтело. Вот. А что еще-то должно, что на самом деле должно быть в волшебном чемоданчике? У специалиста должен быть список поверенных инструментов. То есть рулетка, уровень, линейки металлические, штангенциркули, какие-то тепловизионные приборы, да, допустим, если мы измеряем температуру. То есть они должны быть первые поверенные и обязательно инструменты должны быть в списке средств измерений. А такой существует? Да, такой существует государственный реестр средств измерений. То есть данная модель должна быть... Есть ссылочка у тебя на этот список? Ссылочку, ну, может быть, конечно, есть. Оставлю в описании. Допустим, какой-то термодетектор, смотрим, допустим, там, такая-то модель, все, то есть она должна быть в этом списке. Можно, конечно, сделать измерения и другим прибором, да, если, допустим, в нем человек уверен и знает, что он работает, либо, допустим, поверку его, юстировку, ну, можно сделать на месте. Есть такие приборы, которые можно поверить, допустим, там, какие-то уровни электронные или еще что-то, можно их проверить на месте. Сейчас уже такие существуют. Но для того, чтобы потом тот документ, и тот, который составлялся для застройщика, имел доказательную базу, и, соответственно, к нему уже нельзя было... Придраться. Придраться, да. То есть, чтобы не возникали споры. Потому что очень часто видишь сейчас, ну, в сетях, в Инстаграм, как, допустим, принимают квартиры, ну, и пишут общее замечание, там, неровности стяжки. А на основании чего вы это решили? Да, что значит неровности стяжки? То есть, незначительные там неровности стен, да, незначительные. А что значит значительные, что незначительные? То есть, ну, как бы, нужна конкретика. То есть, четко, сколько миллиметров, что нарушено, где нарушено, и что нужно сделать. Но это же не только инструменты, да? Вот я же помню, мы когда ходим с тобой по квартирам, ты всегда ссылаешься на какие-то снипы, госты, в которых прописана штукатурка такого-то качества, такого-то класса, да? То есть, вот есть штукатурка, условно говоря, там, какая-то... Простая. Да, простая. Улучшенная. Так, а еще... Высококачественная. Три вида. Соответственно, каждое различное требование. И когда вы покупаете квартиру, дорогие друзья, то есть, вы не задумываетесь о том, что штукатурка бывает разного качества. Почему я это говорю? Потому что мы совершенно недавно столкнулись с тем, что в элитном доме, в элитном, в договоре написано, штукатурка выполнена простая. И когда мы пытались там что-то сказать и придраться к качеству штукатурки, ну, что она такая, знаете, вот такая плавно закривленная, нам показывают на пункт в договоре, где написано, штукатурка простая. А штукатурка простая, это какое отклонение? Там до больше 10 миллиметров на... До 27 миллиметров на двух метрах. То есть, вы поставите рейку двухметровую, двухметровую, как обычно делают строители. Знаете, еще некоторые есть, там бумажку пытаются засунуть. Тут не то, что бумажку, два пальца залазят. И это в допуске, вот так вот. Поэтому обращайте на это внимание. Кстати говоря, это хорошая подсказка. При покупке квартиры вы смотрите, что написано в договоре. Улучшенная штукатурка, не улучшенная. А там есть еще и другие пункты, дорогие друзья. Поэтому лучше заранее обращаться к специалисту, я так полагаю. Правильно? Да. Потому что, как правило, запрашиваешь перед осмотром договор на квартиру, чтобы понимать, что мы принимаем, то есть, что прописано, что должны выдать. Извини, я перебью. Вот это тоже еще один пункт. И вот к вопросу о тех специалистах, которые приходят принимать квартиру, он должен изначально попросить договор, правильно? Да. На покупку этой квартиры, что там указано, какого качества штукатурка, стяжка, ну и так далее, чтобы на это ориентироваться, правильно? Что да. И брать как точку отчета. И если есть какие-то отклонения, то уже писать заключение. Правильно я понимаю? То есть, это вот третья вещь, которую нужно спрашивать у компании. Да, потому что, допустим, мы пришли, мы думаем, что мы пришли в дорогой дом, прикладываем, что мы как бы понимаем, что у нас должна быть здесь высококачественная штукатурка, смотрим отклонения, там больше двух миллиметров нашли, все говорим нет. А потом выясняется, приходится акт, и этот акт просто перечеркивается, потому что вот смотрите, у вас штукатурка написана, просто штукатурка в договоре. Соответственно, мы сделали обычную простую штукатурку, а там отклонение 10 миллиметров под рейкой. А я еще помню, ты приходил на один из приемок, на одну из приемок квартиры, с каким-то волшебным пистолетом, который стреляет в стяжку и меряет его прочность. Это вот тоже к списку этих инструментов? Да, 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 это неразрушающий метод контроля, неразрушающий контроль качества бетонной стяжки, то есть мы определяем прочность ее, соответственно. Берем ту минимальную, которая с НИПом предусмотрена, да, в жилых домах, смотрим, проходит или не проходит, потому что по стяжке тоже 100% ни в одном договоре не написано будет какой там марки бетон применен или еще что-то. Вот, поэтому мы должны померить, проходит ли она те минимальные требования, которые заложены для жилых помещений. Ты сказал, что инструменты, с которыми приходят проверяющие, должны быть поверены. А как это проверить? Прикладывается, к каждому прибору есть документ, свидетельство о поверке, так он и называется. Ну, то есть если я запрашиваю вот такого специалиста, я имею право спросить этот документ на поверку или мне на слово поверить? Ну, конечно, лучше посмотреть его, показать, что, допустим, номер... А то, может, просрочено уже, да, там, 10 лет назад? Ну, да, потому что поверка делается раз в год. Но она нужна еще и для того, чтобы в суде как доказательство предъявить исправность инструмента. Да, да, да. Потому что первым вопросом у застройщиков всегда, когда они хотят у нас задание подписать акт, говорят, а у вас инструменты поверены или не поверены, да? Ну, то есть в любом случае в конце акта о приемке должны быть указаны хотя бы номера, свидетельства поверки и дата их, срок годности. Давай еще раз уточним, что должно быть у организации, которая осуществляет приемку квартиры. Да, значит, у организации должно быть определенные виды деятельности, разрешенные, да, которые у нас называются акведы. То есть их можно посмотреть на сайте налоговой инспекции, то есть можно забить название организации, посмотреть, какие акведы, какие виды разрешенной деятельности у нее разрешены. То есть может доказаться, что к вам пришла некая организация или некий специалист, который и вообще права-то не имеет этим заниматься? Да, который, допустим, может быть только оптовой торговли, там, да, там, не знаю, лесозаготовки или еще что-то. Или это осуществление ремонтно-строительных работ, например, да? Ну, да. А про приемку там как бы ничего не идет речь. Ну, приемки такой нет, да, то есть вот раз у нас эта вся деятельность как бы завязана с экспертной деятельностью, то есть, да, строительная судебная экспертиза, вот, то есть и, соответственно, аквед должен быть строительная судебная экспертиза, экспертная деятельность. Так, акведы дальше. И еще можно сделать простую проверку, да, допустим, посмотреть, участвовали ли данная организация в каких-либо судебно-экспертных делах. Я вот смотрю, ты как раз, у тебя документики лежат, правильно? Да. Которые подтверждают, что ты участвовал. И, Саша скромный парень, но я за него скажу, что он является в Уральском регионе номер один по рейтингу, вы именно в вопросе приемки зданий и сооружений, ну, и квартиры, разумеется, в частности, тоже пояснили, что это. Ну, да, ну, это судебно-экспертная палата Российской Федерации проводит рейтинг компаний, которые занимаются данной деятельностью. По результатам за 2019 год наша компания заняла 38 место в России. Вот, ну, я посмотрел... В России 38 место? Кто перед нами, то есть с первого по 37 место, ну, там из Екатеринбурга компания не было. Там были Москва, Питер, еще другие города, но в Екатеринбурге не было. То есть в Екатеринбурге ты номер один? Ну, получается так, что за 2019 год, да. Ну, это респект. Ну, наверное. Скромно сказал Саша, ну, наверное. В общем, друзья, непростое это дело принимать квартиры. Оно очень серьезное и ответственное. Вы за квартиры платите огромные деньги. И будет очень сильно обидно, если у вас заплесневеет угол, продует окно, отвалится штукатурка, ну, или что-то там еще такое подобное. На фоне этого стоимость приемки квартиры, ну, совсем копеечная и смешная. Поэтому я бы на вашем месте не жалел этих денег, нанимал специалиста. Не обязательно это должен быть Александр, хотя он с удовольствием осуществит приемку квартиры. Это может быть совершенно любой другой специалист. А вот какой и как его выбирать, сегодня как раз-таки мы на эту тему рассуждали. А если вы запутались в этом вопросе, то я оставлю в описании ссылку, по которой вы найдете список того, какие документы должны быть у этого человека, какие подтверждения вообще должны существовать, чтобы вы понимали, что да, это хорошая организация, можно к ней обратиться. Поэтому в описании по ссылочке все это вы найдете. На этом я завершу, пожалуй, сегодняшний ролик. А в следующем ролике мы поговорим на тему того, как вообще нужно осуществлять приемку. Она бывает разная на самом-то деле. Два варианта. Первый. Вы приходите, принимаете квартиру, указываете косяки застройщику и просите его переделать, не доводя дело до суда. Это один подход. Правильно я понимаю? А есть другой подход, когда застройщик что-то там заортачился, начинает отмазываться, не хочет исправлять, тогда нужно будет идти в суд. Наверное. Но если вам самим не хочется платить за все эти переделки, а переделок может оказаться много, это совершенно другой подход. Так вот, в следующем видео мы именно об этом и поговорим. Было полезно видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и до следующих встреч. Если пошел в отказ, тогда делается не просто акт с указанием дефектов, а именно такой акт, который мы уже называем заключение. Они обычно уходят, да-да-да, все исправим, а потом через недельку выясняется, что ничего не будет. А все нормально, а все хорошо, говорит застройщик. Если мы, допустим, передадим акт, что просто стены неровные, то... Понятно, где они неровные. Какой прораб не придет и не будет искать неровные стены, и это так все останется, как говорится, в непытье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова